Еще Великая Шанель сказала, нет женщины, которой не идет красная помада. Нужно только правильно подобрать нужный оттенок. Как же это сделать? Одно из первых правил, о которых стоит помнить, это выбор температуры цвета. То есть нужно выбирать либо теплые, либо холодные тона. Обладательницам теплого цветотипа подойдут оттенки на основе кораллового, алого и даже морковного цветов. Холодные же цветотипы смело могут носить помады вишневых, малиновых оттенков и даже оттенков фуксии. Если же вы еще не знаете, к какому цветотипу вы относитесь, есть несколько нехитрых способов правильно себя идентифицировать. Очень простой прием – это отогнуть запястье и внимательно рассмотреть венки на своем запястье. Если венки имеют голубоватый оттенок, значит ваша кожа холодного подтона, и вы можете использовать только холодную цветовую гамму. Если венки имеют зеленоватый или оливковый тон, значит вы относитесь к обладательницам теплого цвета кожи, потому что именно желтоватый оттенок кожи придает вашим венкам вот такой зеленоватый цвет. Затем стоит оценить степень своей контрастности. Если вы брюнетка или же шатенка, значит вы относитесь к высокой степени контрастности цвета. Если вы блондинка, неважно, пепельная или же мягких пшеничных тонов, то вы относитесь к слабоконтрастному типажу. Это прямым образом влияет на выбор помады. Чем темнее ваши волосы, тем насыщеннее должен быть цвет. Если волосы у вас светлые, остановитесь на средних, более мягких красных вариантах. Подбирая цвет помады, следует помнить о том, что красная помада, которая имеет в своей основе немного желтого пигмента, может визуально усиливать желтизну эмали зубов. Поэтому прежде чем воспользоваться помадой, посмотрите, готовы ли вы к такому эффекту. Чем темнее помада, тем ярче и белее будут выглядеть ваши зубы. Красные тона должны также гармонировать и с вашей кожей лица. Если у вас на лице сосудистая сеточка, если вы склонны быстро краснеть, то тогда имеет смысл подумать, а нужно ли вам останавливать свой выбор именно на красных цветах, потому что красная помада может усилить вот эти маленькие нюансы вашей кожи. Красная помада холодных тонов всегда выглядит богаче и дороже. Причем для вечернего теплого освещения такие тона наиболее оптимальны. Дневной же свет имеет свойство подчеркивать все оттенки на основе синего и фиолетового. И в этой связи при дневном свете такая помада будет смотреться на губах несколько синеватой. Очень модная сейчас матовая помада имеет свои хитрости и особенности. Стоит помнить о том, что матовая помада за счет эффекта графических иллюзий может визуально уменьшать губы. И если вы не являетесь обладательницей пухлого рта, то стоит подумать, готовы ли вы уменьшить его размеры. Также матовая помада может визуально добавлять возраста, поэтому очень подойдет юным девушкам, а вот женщинам постарше, тоже стоит задуматься, а нужен ли им такой эффект. Помада влажная или же глянцевая – это прекрасный выбор практически для любой ситуации. Но она может растекаться, поэтому обязательно должна наноситься с помощью определенных приемов. То есть на пропудренные губы обязательно поверх карандаша. При этом, когда вы прокрашиваете губы, постарайтесь не выходить на линию контура хотя бы на миллиметр. Оставьте его сухим, просто в карандаше. В таком случае гарантия того, что помада будет держаться, удваивается. Красная помада – это сильный акцент, который привлекает внимание и мужчин, и женщин. По этой причине, когда вы пользуетесь красной помадой, помните, что ее нужно наносить очень четко, ровно и на увлажненные губы, без шелушений. Очень высок соблазн купить суперустойчивую помаду, за которой не нужно будет следить в течение длительного времени. Не хотелось бы вас разочаровывать, но такую помаду в течение дня нужно несколько раз обновлять, потому что она тоже теряет вид и перестает выглядеть эстетично. Поэтому вам придется носить с собой специальные салфетки для снятия макияжа, полностью удалять помаду с губ и после этого заново перекрашивать. Если у вас нет желания так педантично подходить к этому вопросу, вы можете использовать очень нехитрый прием миланских визажистов. Наносите помаду пальцем и без контура. Просто распределите ее тонким слоем по поверхности губ, промокните несколько раз, и таким образом вы получите очень чувственный и интересный эффект. Такая помада будет держаться долго и будет выглядеть на вашем лице очень гармонично. Для юных девушек, кстати, подойдут даже кричащие тона, ядовитые, те, которые будут дополнять яркие летние образы. Для женщин постарше я бы рекомендовала выбирать более благородные оттенки, которые будут подчеркивать статусность, подчеркивать успешность женщины, но при этом не будут добавлять возраста. Поэтому все-таки лучше использовать помады увлажняющие, которые будут слегка блестеть. Выбирая красную помаду, следует также помнить, что макияж глаз должен быть минимальным, а оттенки макияжа должны быть натуральными, потому что именно помада является акцентом, на который будут обращать внимание все. И именно она будет говорить о вас то, что вы хотите сказать о себе окружающим. Редактор субтитров А.Семкин